Итак, существуют две сферы, о которых мы говорили, или, скажем так, две стороны в нашей с вами работе и отношении к работе. Прежде всего, это часть Божья, когда Бог даёт возможности, способности, продвигает и заботится о том, чтобы мы с вами развивались профессионально, но также существует достаточно серьёзная часть нашей ответственности. И сейчас на этом занятии мы с вами поговорим также о советах. А именно, когда мы смотрим в Писание, мы видим следующее. Бог поощряет нас искать совета. Прошу прощения. Когда мы смотрим в Писание, мы видим, что Бог поощряет нас искать совета, в решении финансовых вопросов. Как это ни странно. Притча 19 глава 20 стих говорит следующее. Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Слушайся советов. Не думай, что ты знаешь всё, во всём разбираешься, и специалист во всех сферах. И притча 12 глава 15 стих говорит следующее. Путь глупого прямой в его глазах. Но кто слушает совета, тот мудр. Мудрость — дело хитрое. Тут надо к этому подойти многосторонне, скажем так. Мудрым человек становится постепенно с опытом своей жизни. Но мы знаем, что есть принципы мудрости. И кто был на шаббатном служении, вы, возможно, помните, да? Зачитывалось очень много мест Писания, посвящённых мудрости. Приобретай, ищи. Особенно если мы откроем книгу «Притч», мы увидим, что там всё крутится вокруг этой темы. Когда при мудрости она выходит на улицу и говорит, «Ну вот я хожу, ищу вас. Где вы, люди? Что ж вы такие глупые? Почему вы не обратите своё лицо ко мне? Я вас научу, как поступать. Позовите меня». Постание к Якову говорит, «У кого не достает мудрости?» Тот поскай просит у Бога, дающего всем просто и без упрёков, и дастся ему. То есть, иными словами, Бог не упрекает нас в том, что мы не знаем. Мы все что-то не знаем так, как должно знать. Поверьте, я далеко не специалист во всех сферах и не хочу казаться таким. Но что знаю, я могу поделиться. И открыт на то, чтобы учиться большему. Итак, некоторые люди из-за своей гордости отказываются советоваться с другими людьми. Особенно того, что касается вопросов финансов. Гордость, а также эгоизм. Есть такая сфера, есть такая часть. Эгоизм, он, знаете, так сделан, что человек думает о себе. И, в общем-то, ему неинтересно мнение другого человека, потому что это мнение может ограничить его в эгоизме, соответственно. И мы должны спрашивать совета для того, чтобы понимать ситуацию. Услышать какие-то другие предположения, какие-то альтернативные варианты для того, чтобы принимать правильные решения. У кого же Писание поощряет нас спрашивать совета? Может показаться это простым вопросом, но тем не менее важно поговорить об этом. Прежде всего, если вы женаты или замужем, самым первым человеком, которому вам следует обратиться за советом, является ваша супруга или ваш супруг. Я понимаю, что в некоторых культурах не принято этого делать, потому что, дескать, мы мужское общество, и не надо, чтобы всякие там женщины нам что-то рассказывали, как делать, иначе с меня упадет корона и так далее и тому подобное. И в некоторых культурах это более выражено, мы знаем это, особенно восточные культуры, где роль женщины приравнивается к мебели, и никакого совета нельзя. И при этом сам поступает совершенно глупо и непредусмотрительно, неумно и так далее. Итак, это справедливо как для мужа, так и для жены. То есть, в некоторых культурах женщины считают, что они все знают, потому что она образованная, она закончила два высших образования, она умеет играть на фортепиано и на арфе, а он просто рабочий сантехник, поэтому о чем его спрашивать? Вся утонченность натуры и весь эрудизм находится именно у нее, она носитель истины, всегда так было, это ей всегда говорила мама, бабушка и прабабушка, и как бы так положено. Друзья, не всегда все мы правы во всех обстоятельствах, поэтому первое, что необходимо делать, это советоваться. Следующее, у кого стоит попросить совета, это наши родители. Я понимаю, что тоже дело неоднозначное, потому что родители родителям рознь, но нужно понимать несколько вещей о своих родителях. Во-первых, они имеют больше, чем мы, духовный опыт, если это родители верующие. Если это родители даже не верующие, у них все равно существует больше жизненного опыта, чем у вас. Поэтому они ваши родители, они прожили как минимум лет на 20 больше, чем вы, и встречали в своей жизни больше жизненных обстоятельств. Я понимаю, что не во всех моментах вы можете спросить совета у родителей. Почему? Потому что родители могут быть принципиально неверующими людьми и принципиально пользоваться совершенно другими принципами и отношениями. Но тем не менее, я думаю, что не лишним будет в каких-то, возможно, ключевых вопросах посоветоваться с ними, спросить их совета, спросить, как они видят ту или иную ситуацию. И если вы уже человек взрослый, и у вас своя отдельная семья, вы не обязаны поступать так, как они вам говорят. Это ваша ответственность, как вы поступите. Но я думаю, что это не будет лишним, если вы узнаете их мнение. Вы знаете, что они знают вас также. Они знают ваши сильные стороны и слабые. Они знают ваши склонности. Сын мой, храни заповедь Отца твоего и не отвергай наставления Матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое. Обвяжи ими шею твою. Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя. Когда ляжешь спать, будут охранять тебя. Когда пробудешься, будут беседовать с тобою. Вот так вот наставления Матери, наставления Отца. И в Библии мы видим такие наставления. Например, та же 31 глава притч. Вы помните, как она начинается? Мама наставляет своего сына, который, на секундочку, по-моему, даже царь. И фактически, ну кто такая мама? Мы не знаем, да? Это просто мама. Она была женой папы. Но у папы, возможно, было много жен. Но тем не менее, она говорит, наставляй. Ну вот, как бы, я тебя наставляю. Смотри, не отдавай свое сердце. Будь мудрым. О женах. То есть это наставление жизненного пути. Я думаю, что когда она описывает жену из притч 31 главы, то, скорее всего, ну, если учитывать, что было такое общество, и это была жена царя, она понимает толк в женах. Как должна выглядеть жена в том же Гареме, и, ну, что она должна делать. Вы помните, царь просыпается и говорит, много было жен. Это, не знаете, как бы, типа, мы сейчас представляем, ну, много есть женщин в этом мире, но ты их всех превзошла. Скорее всего, речь идет о том, что много у него было жен. Именно в буквальном смысле. Так написано, так и есть. И говорит, но ты превзошла их всех. То есть, иными словами, она говорит о царице, о состоянии царицы. Женщина, которая не просто балдеет от того, что она самая главная, и, ну, как бы, она пробилась в этом конкурсе туда, именно, в Гарем, и, как бы, жизнь ее устроилась, и она даже родила царю сына. Но он говорит о роли этой женщине, да, что она принимает участие в жизни царя, она принимает участие в жизни семьи и так далее, и так далее. Это жизненный опыт. Как это ни странно звучит. Это то, что она переживала и то, что она передает. Итак, наши родители, они имеют мудрость, даже если они неверующие люди. Может быть, она, ну, как бы, такая, знаете, ограничена, но, тем не менее, хороший совет они подчас могут дать. При этом всегда все же помните, что возраст — это не признак мудрости. Седина вообще ни о чем не говорит. То есть, это просто пожилой человек. Да, у него может быть жизненный опыт, но жизнь-то он прожил совершенно, может быть, неправильно. И все нужно просеивать с точки зрения Писания и Божьих принципов. Бывает такое, что родители в детях пытаются компенсировать какие-то вещи. И они могут подталкивать осознанно детей под какое-то принятие решений, которое изначально неправильное с точки зрения Писания. Поэтому будьте внимательны, но при этом не пренебрегайте. Итак, наши супруги, наши родители. Следующая категория людей, у которых мы можем просить помощи и можем просить совета — это благочестивые люди. И послание к евреям, 4 глава, 12 стих, говорит следующее. «Ибо Слово Божье живо и действенное и острее всякого меча, обоюдоостренного или заточенного с двух сторон. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные». Итак, мы понимаем, что если человек верующий, если человек благочестивый, то, скорее всего, это случилось в его жизни не случайно. Для того, чтобы быть верующим и благочестивым, нужно провести определенное время над изучением принципов Божьих, над общением с Господом, над размышлением, над Писанием. И это требует определенных качеств характера, это требует последовательности и способности учиться. И мы понимаем, что благочестивый человек, он может также дать грамотный совет. И этот совет, он будет касаться нашей сути, нашего сердца. Вы знаете, что неверующий человек, он смотрит очень часто на категории «выгодно-невыгодно» финансово или каким-то другим материальным образом. Верующий человек, он смотрит категориями «угодно Богу» или «не угодно Богу». И здесь есть большая разница, потому что не всегда то, что угодно Богу, может казаться нам выгодным с точки зрения материальной или финансовой. И я знаю, что верующий человек способен дать совет, например, достаточно таким прямым языком. У меня есть один друг, который, например, бывает такое, что мое сердце загорается каким-то желанием, знаете. Я с ним делюсь этим желанием, и я говорю там, например, вот ты знаешь, вот предположим, смотрел в интернете, такой себе телефон увидел, так его хочу. И так начинаем мы разговаривать. И я его спрашиваю прямо у тех, что ты думаешь об этом? Он достаточно любит меня для того, чтобы сказать, послушай, я думаю, что ты раздраконил свою похоть, и тебе надо успокоиться. И это честно. И я понимаю, что он правду говорит. Если я спрошу этот же совет у неверующего человека, он скажет, конечно, бери, это же круто, потому что это статус. А он мне говорит, послушай, не бери его, потому что люди берут его из-за статуса, но на самом деле он тебе не нужен, ты потратишь кучу денег. Никуда. А тебе есть, куда их потратить. Понимаете разницу? И верующий человек, действуя от любви, он может говорить об этих вещах прямо и открыто. Я понимаю, что все индивидуально, но тем не менее, тем не менее, хорошо спросить. При этом, все же, нужно помнить, что верующий человек, это не финансист, это не бухгалтер, это не специалист в каких-то областях. И нельзя здесь руководствоваться только лишь его мнением, только лишь из-за того, что это, например, пастырь или какой-либо служитель. Послушайте. К сожалению, в наших церквях или общинах роль пастыря иногда рассматривается достаточно широко. Для нас пастырь — это человек, который разбирается в стройке, который разбирается в торговле земельными участками, в бизнесе, в каких-то других перевозках, может быть, еще в чем-то, в строительстве, ремонте и прочее, в телефонах он должен разбираться. Люди приходят почему-то само собой разумеющиеся и начинают расспрашивать его профессионального мнения. А вот как мне сделать? А потом приходят и говорят, мне пастырь сказал это сделать. Послушайте, он, может быть, не изучал этот вопрос. Не путайте эти вещи. Но тем не менее, если вас интересует, возможно, моральная или духовная позиция относительно какой-то работы, относительно какого-то вашего предприятия, вложения в вашей жизни, я говорю не вложения финансового, а вложения жизни во что-то, то хорошо посоветоваться с ним. Точно так же, как, допустим, то, что мы говорили с вами о моряках. Я периодически встречаю людей, которые конкретно говорят, родители, вот я отсылаю своего там сына, например, учиться на моряка. И я говорю, ты точно хочешь этого? Твой сын, ему 15 лет, он не понимает, куда он идет. Для него это представление, что он будет иметь кучу денег. Он видит, как ведут себя моряки в Одессе, когда приходят с рейса. Сколько денег у них. И он видит в школе этих детей, этих моряков, у которых все нормально, которым папа привозит. А в советское время вы помните, что это вообще была отдельная каста, совершенно отдельный уровень избалованных детей, которые были просто не от мира сего. Просто не от мира сего. И когда люди начинают смотреть на эти вещи вот так, с духовной точки зрения, многие решения отменяются. Или там, я хочу послать своего ребенка вот именно учиться в Израиль, он там будет учиться, учиться, и там будет так все здорово. И говоришь, точно ты хочешь его отослать? А ты знаешь, что он не будет ходить в общину? Как это не будет? Ну а вот так, он не будет ходить в общину, потому что ты его пошлешь по такой программе, где он будет жить в каком-то дальнем кибуце среди ортодоксальных евреев. Все, что он будет с утра до ночи слушать, это будет чуть-чуть о работе, а в основном о Талмуде. И ты знаешь, что происходит там вот так-то и вот так-то? Люди обычно не знают этих вещей. Они смотрят на то, что, о, я могу поменять обстоятельства своей жизни, я желаю своим детям только лучшего, пускай едут, работают, и там все как-то устроится, а потом вера, определяться с верой. Не определяться, потому что очень много верующих детей просто уходит в глубокое пике и разбиваются о реальность этой жизни, не способны найти помощи от кого-то, получить поддержку духовную и эмоциональную, и просто отходят от Бога. К сожалению, это существует. Итак, Псалом 118, 98 по 100 стих говорит следующее. «Заповедью Твоей Ты сделал меня мудрее врагов моих. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню. Я сведущ, то есть я грамотен более старцев. Почему? Потому что я повеления Твои храню». Еще раз, благочестивые люди – это хороший источник спросить совета. Но помните, что не всякий благочестивый человек является профессионалом в какой-то области. Это не финансовый консультант, это не тот, который проконсультирует вас, как, знаете, делать ставки на Форексе, или делать какие-то другие ходы, продавать участок, покупать участок. То же самое относительно различных пророчеств, пророков, потому что есть также практика зависимости от пророчеств в определенных церквях, кругах или общинах, когда верующий человек считает так, «Окей, ничего мне не говорите, пускай будет только откровение, пойду к пророку, пойду к сестре Маше, брату Васе, он помолится за меня, вот как он скажет, так и будет». Тот что-то сказал, не получилось, ты думаешь, ну, конечно же, Вася, он не мог не слышать от Бога, но, наверное, что-то Господь делает и будет, как будет, и так далее, и тому подобное. Ну, друзья, мы не видим, чтобы это было критерием решений. Мы не видим, что верующие, они в Писании руководствуются тем, вот такими принципами принятия решений, потому что, вы знаете, можно так принять такие решения, что потом не знать, как жить после этого всего. И, как бы, кто крайний? Господь крайний, но на самом деле мы понимаем, что Бог, Он по-другому смотрит на жизнь нашу и на обстоятельства. Поэтому будьте мудры, и в конечном итоге вы помните, что ответственность за решения несете вы перед Господом. Вы распорядитель, вы тот, кто делает какое-то решение. Поэтому будьте мудрыми и ищите его, но все же интересуйтесь советами. Советами. При этом Писание поощряет нас. Искать советов не у одного человека. Понятное дело, что каждый из нас имеет ограниченный круг знаний и опыта. И очень хорошо, если перед тем, как вы примете какое-либо важное финансовое решение, вы посоветуетесь с максимально возможным количеством людей. Соберите информацию. Вы знаете, сейчас интернет — это такое место, где можно найти очень-очень много нового, интересного по тем вещам, о которых вы, может быть, не интересовались. Вы собрали что-то купить, вы собрали что-то продать. Посмотрите, как делали это люди. Скорее всего, уже тысячи людей шли вашим путем. У них есть опыт. Почитайте форумы. Как христианские, так и не христианские. Почитайте, как это делается, как возможно сэкономить и как поступить мудро в какой-то конкретной ситуации. В притче 15 глава 22 стих говорит «Без совета предприятия расстроятся, а при множестве советников они состоятся». И притча 11 глава 14 стих говорит «При недостатке попечения народ падает, а при многих советниках благоденствует». Ищите совета. Не ограничивайтесь одним источником. Братом, сестрой, женой, мужем. Знаете, сегодня ты говоришь «Я знаю, 100% так было», а потом, когда касается дела до дела, оказывается, все уже поменялось, обстоятельства, законы, и все-все поменялось. Поэтому будьте мудрыми, не поленитесь. Следующее. Когда мы говорим о советах, очень важно помнить, что мы с вами люди верующие. Поэтому мы не должны обращаться за советом к определенной категории людей. Мы не должны интересоваться их мнением. Это гадалки, предсказатели и различные колдуны. Все, что касается сверхъестественно-оккультной сферы, поверьте, вам не хочется знать, что они вам советуют. Это не тот источник, из которого нужно черпать мудрость. Левит, 19 глава, 31 стих, говорит следующее. «Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш». Зачем ходят вообще к гадалкам? За советом, правда? То же самое, как всем подобного рода людям. Дайте нам совет, как поступить, как сделать, куда вложить, как финансировать и так далее, и тому подобное. Поэтому дохранит вас Господь в этой практике и поможет вам быть чистыми. Пост? Поздно? Никогда не поздно. Написано, что живому всегда есть надежда. Поэтому, знаете, Писание говорит о том, что молодые люди становятся богатыми и бедными, и пожилые люди становятся и богатыми, и бедными. И периодически мы слышим такие истории. Вот он там ходил, скитался, и потом что-то случилось в его жизни, и Бог дал мудрости, и все получилось. Не ставьте на себе крест. Все может измениться очень лихо. Возможно, если в вашей жизни сейчас такая вот финансовая сложность, Господь работает с вашим сердцем. То, что мы говорили, для того, чтобы настроить его, перестроить, переформировать в правильное состояние, в правильный его образ. Итак, по советам. Все понятно. Может быть, есть какие-то конкретные вопросы, короткие. Вопросы? Нет вопросов, да? Окей. Хорошо. Сейчас мы коснемся темы расходов. Мы постепенно с вами идем дальше. Расходы, долги. Расходы. Существует несколько библейских принципов, которые должны оказывать влияние на то, как мы расходуем деньги, как мы расходуем финансы. Но прежде всего нужно заложить правильное основание. Прежде всего то, что нам с вами необходимо научиться быть людьми довольными. Довольство. Очень такое хитрое слово. Согласитесь, правда? Оно очень относительное. И оно относительно чего может быть? Что мы можем сказать о довольстве? Всегда хорошо. Ну, так не бывает, чтобы всегда хорошо. Научился жить и вскуда. От чего зависит наше довольство? От Господа. От нашего решения. Приобретение быть благочестивым и довольным. Это правильно, так написано совершенно. От удовлетворения наших потребностей. Но согласитесь, наши потребности и понятия достаточно неоднозначные. У всех разное, правда? Я недавно общался с одним человеком, и я его спрашиваю. Скажи мне, пожалуйста, сколько денег в твоем понимании много? Вот понятие много. Это сколько? Вот сколько, да? И я уверен, что каждый из вас назовет свою сумму сейчас. Я не знаю, как сказал Бендер. Но тем не менее, каждый из нас назовет свою сумму. И на самом деле существует такое понятие, как ценовой якорь. Слышали вы такое вообще понятие? Может быть, оно не библейское. В Библии вы такого не найдете, но оно существует. Смотрите, предположим, мы с вами живем в городе Одессе. Так и есть. И у нас есть свое представление о том, что есть дорого, а что есть дешево. Когда мы с вами приезжаем в какое-то место, мы видим там другую цену. Это вполне естественно. Совершенно недавно мы ездили в город Хмельницкий. По дороге мы останавливались во всех селах. Для того, чтобы узнать, сколько там стоят домашние яйца. Это как бы разумно, да? Сколько в Одессе стоят домашние яйца? Ну, настоящие такие имеются. 22-25, да? Там мы нашли по 16. Дешево? А в другом месте мы там же нашли по 14. Чувствуете разницу? Что бы вы сделали, если бы вы нашли сейчас яйца по 14 домашние? Настоящие, вот именно с-под курицы. Купили. Сколько купили бы? Сколько влезет? Сколько влезет? Мы купили... Да. Понятно. Яйца нельзя... Бедро купили бы, да? Ну, мы тоже бедро примерно и купили. Почему? Потому что в нашем... Нам не нужно ведро на самом деле, если быть честным. Мы их столько не успеем скушать. Я не знаю, надо что-то с ними будет, кстати, делать. А? Безусловно. Но я говорю о ценовом якоре. Когда мы приходим, мы говорим, это дешево по 14. Но бабушка, которая стоит, их продает, она говорит, ничего себе про себя. Говорит, да, да, это дешево, забирайте все. Потому что для нее 14 гривен – это очень хорошая продажа. Для нее это хорошо продать. И, ну, это в данном случае в том районе, да. То есть это для той области и того села, ну, там, где 50 человек на километр, это очень хорошо продать по 14. Иначе она их просто выкинет. Она не успевает их кушать, она живет одна, и у нее их ведрами. Так жизнь сложилась. Итак, смотрите. Мы с вами, каждый из нас, имеем свое представление о том, что такое дешево и что такое дорого. И это представление формируется тем обществом, в котором мы находимся с вами. Если мы живем в большом городе, скорее всего, наш ценовой якорь, он высокий. То есть мы смотрим на вещи и говорим, например, купить джинсы за 800 гривен, ну, это так, дороговато, но это нормально. Ну, так, хотя это звучит страшно, 800 гривен. Ну, в принципе, возможно, да. А кто-то, допустим, в какой-то деревне скажет, так вы что, 20 гривен – это потолок за хорошие джинсы, и что мне надо тут такого? Или там, хороший телефон не может стоить меньше 15 тысяч гривен на сегодняшний момент. Скажут, ничего себе, да я куплю ведро хороших телефонов за 15 тысяч гривен. У меня это часто так происходит. Да, у меня есть вот тут, за 500 гривен звонит не хуже, чем ваш. Все вопрос цены, все вопрос представления. От этого также формируется понятие довольства. И когда мы словим, читаем слово довольство в писании, мы можем встречать его около 7 раз. Везде в этих местах речь идет, как правило, о деньгах. Филиппийцам 4 глава 11-13 стих говорит следующее. Апостол Павел пишет. «Ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть, умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Очень интересное место. Филиппийцам 4, 11-13. Запомните это место. Павел научился быть довольным. Очень важный момент. То есть мы не рождаемся довольными людьми. Когда наши дети рождаются, они думают о чем? О себе. Постоянно причем. Правда? Их абсолютно не волнует, спала мама или не спала, заработал папа на кашу или не заработал. Все должно быть вовремя и на их условиях. Весь мир крутится вокруг них. И только со временем возраста и того, как они формируются, они понимают, оказывается, что надо делиться, оказывается, что не все так просто. Жизнь, она несправедлива, но это не значит, что нужно опускать руки. Все, что мы с вами имеем, оно приходит от Бога. Мы с вами об этом говорили. Иакова 1 глава 17 стих говорит следующее. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемен». «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше». Бог, как мы с вами говорили, пообещал то, что Он будет заботиться о наших нуждах. Но Он не обещал нам, что у нас будет все, что мы с вами захотим. Вот просто, что я себе захочу, вот это у меня будет. Нету такого обещания. Бог дает нам все необходимое для жизни и благочестия. Как мы говорили филиппийцам, 4 глава 19 стих, «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». И 1 Тимофея 6 глава 8 стих говорит, «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Иными словами, говоря о довольстве, мы можем говорить об определенном внутреннем состоянии верующего человека. Довольство – это состояние мира внутри человека, чем он обладает. Довольство не имеет цены. Услышьте это сейчас. Нет суммы, после которой начинается понятие довольства. Ты можешь быть доволен телефоном за 15 тысяч гривен и телефоном за 500 гривен. Вообще, не важно какой телефон, важно, что происходит в твоем сердце. На тебе могут джинсы быть какой-то суперфирмы, и ты можешь быть страшно несчастлив, потому что эта фирма была модна именно в прошлом сезоне, хотя они страшно дорогие. Вы можете удивляться, но тем не менее на этом построено все то, что вокруг нас. Как мы говорили вчера, мода построена на том, чтобы мы с вами становились недовольными. Людей учат тому, как терять довольство. Происходит определенный дефицит. Вот как происходит это, да? Вот я купил телефон новенький, флагман, все прекрасно. Но тут назло выходит новый. И все. И мне говорят, ты должен быть недоволен. Ты не можешь пользоваться старым телефоном. Очень старым. Ему аж три месяца. А ты говоришь, ну почему же, он еще так ничего, даже не поцарапан, все, даже, я почти не понял. Нет, ты не можешь, ты недоволен. Этому нас учит мир. Писание говорит о том, что великое приобретение, быть благочестивым и довольным. Почему приобретение? Потому что ты не тратишься. И таким образом ты приобретаешь. Вы понимаете суть? Ты сэкономил тем, что ты доволен. Ты проходишь определенный этап своей жизни, определенный период, не кидаясь из стороны в сторону. Я не говорю о том, что плохо хотеть что-то. Я говорю, плохо поклоняться этому. Не надо ходить обязательно, то, что мы с вами говорили, в старой страшной одежде. Носить старый ненужный телефон только потому, чтобы показать, что я вот, дескать, такой довольный жизнью. И подчеркивать это. А на самом деле страдаешь от этого и так далее, то, что с тобой происходит внутри. Итак, евреям 13 глава 5 стих говорит. Имейте нрав несребролюбивый. Довольствуйтесь тем, что есть. Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Имейте нрав, характер несребролюбивый. Помните, сребролюбие является корнем зла в сердце человека. Потому что довольствуйтесь тем, что есть. Довольствуйтесь. Это не значит страдать. Потому что понятие довольства не подразумевает понятие страдания. Если ты страдаешь, то ты уже недоволен. Понятие довольства, это значит, меня это устраивает. Я не мучаюсь от того, что у меня такой телефон. Я не пытаюсь на кого-то произвести впечатление. Я просто доволен. Все нормально в моей жизни. Итак, это состояние, которому необходимо учиться. Это не то, что происходит естественным образом. Наша плотская природа, наша естественная человеческая природа без Христа, она, в общем-то, сама по себе недовольна. Она бунтующая, требующая своего, ищущая своего. Доверяйте Богу, что Он будет вас обеспечать. Обеспечивать. Притчи 3 глава 5-6 стих говорит. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит в стези твои. Бог знает все, в чем мы нуждаемся, еще до того, как мы Его будем об этом просить. Поэтому учитесь доверять Богу. Верьте, что Он обеспечит вас всем необходимым, в чем вы имеете потребность, и что Он даст вам силу приобрести все то, что вам необходимо. И избегайте алчности или жадности. Что такое алчность? Это страстное желание владеть чужим имуществом. Алчный человек. Это страстное желание владеть. А мы говорили о том, что есть хозяин, который дал нам это все для распоряжения, дал нам для того, чтобы мы поступали в соответственно Его воле. И вы знаете, что когда мы посмотрим на 10 заповедей, мы увидим там одну интересную заповедь. Может, вы ее даже помните. Кто ее может сказать? 10. И что там написано? Не желай. Совершенно верно. Исход 20.17. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни ли его, ни вала его, ни осла его, ни всякого скота его. Ничего, что у ближнего твоего. Иными словами, расслабься. И это тоже достаточно серьезный вызов для каждого из нас, потому что так устроено общество. Мы желаем. И это хочу, оно достаточно крепкое, большое и живучее в нашей жизни. Я посмотрел на что-то, я хочу. Я хочу такую кофту, я хочу такую одежду, я хочу такой телефон, такой статус, чтобы меня вот так возили, чтобы меня так кружили. Я хочу здесь вот вместо вот этого человека сидеть и кушать. И так далее, и так далее, и тому подобное. Это является с точки зрения Писания грехом. Нужно расслабиться, друзья. Я понимаю, что это сложно, но тем не менее нужно это делать. Это значит, друзья, что нам нужно расслабиться относительно того, кто сколько зарабатывает, кто куда ездит, кто как одевается, кто как выглядит и на что похожа жизнь другого человека. Вы знаете, что некоторые люди просто тратят больше и не могут собрать никакие деньги в своей жизни. Только из-за того, что их алчность не дает им это сделать. Только из-за того желания соответствовать уровню всех. Ну вот как бы та же свадьба, мы говорили с вами о том, что молодая семья очень часто начинает свою семейную жизнь с долгов, к сожалению. Почему? Потому что насмотрятся свадебных журналов, насмотрятся каких-то постеров о том, как должна выглядеть идеальная свадьба, представляют ее себе таким образом, и давай, денег нет, но зато возьмем кредит. Ну ничего страшного, мы же молодые, жизнь впереди еще отдадим. А когда дело доходит до дела, все понимается, что не все так легко и просто, как есть на самом деле. Хорошо, давайте мы сделаем с вами перерыв и продолжим дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!